Суммы, которые мы там с вами запланировали, рекордные просто. Расходы – 61,3 миллиарда, доходы – 60,4 миллиарда. За это время ни мы, ни активные депутаты с разных фракций, за исключением КПРФ, очень активно работали с федеральными органами власти. Результат, повторяю, он увенчался у нас хорошим успехом. В связи с этим у нас с вами есть дополнительно 5,664,2 миллиона рублей. В этой связи областное здравоохранение, сельское хозяйство, соцсфера, образование, ЖКХ, спорт и культура получат дополнительную финансовую поддержку. Глава региона поручил ответственным лицам заняться оптимизацией расходов на содержание губернатора и органов исполнительной власти, чтобы сэкономленные деньги можно было отправить на соцподдержку граждан. Кроме этого, Сергей Морозов говорил о повышении эффективности деятельности местного самоуправления, открытости работы исполнительных органов власти и внимательному отношению к каждой проблеме отдельно взятого человека. Губернатор запланировал в декабре проведение расширенной недели приема граждан по личным вопросам. Постараемся как раз в преддверии подготовки к окончательному чтению бюджета, значит, учесть то, с чем люди сталкиваются. А может быть, просто кому-то надо помочь, а может быть, просто кому-то дать какие-то разъяснения. Участники заседания отметили, что в регионе выстроена передовая система взаимодействия с гражданским обществом в сфере охраны окружающей среды. На территории области действуют общественные институты и разработаны спецпроекты. Лидер среди них – экоармия, где работают 59 волонтерских экологических отрядов. Мы, соответственно, по инициативе губернатора в 2018 году в год добровольного года экологии создали волонтерское движение «Экоармия». Основная цель этого движения – это эколого-просветительская деятельность. И сегодня у нас налажены связи с более чем 20 школами муниципальных образований, где мы совместно проводим эту волонтерскую работу. Заниматься экологическим воспитанием, как готовить человека к будущей профессии, нужно с детства. О важности развития дополнительного и профессионального образования в регионе рассказала профильный министр. Наталью Семенову поддержала директор Ульяновского техникума железнодорожного транспорта Фавзия Рахматулина. По ее словам, на базе техникума сегодня готовят квалифицированных специалистов по рабочим профессиям жилищно-коммунального хозяйства, а также старших по домам. В наших планах в мае пройти лицензирование по двум специальностям. Далее в сентябре мы хотим участвовать в федеральном проекте конкурса «Молодые профессионалы» и попробовать себя в получении федерального гранта. И в конечном итоге стать уже региональной площадкой по компетенции сантехника. После обучения молодые люди должны быть трудоустроены, а для этого требуются рабочие места, которые могут появиться в регионе благодаря инвестициям и новым предприятиям. Участники заседания отметили, что необходимо задействовать все неиспользованные ресурсы муниципальных образований. По словам первого заместителя председателя правительства Марина Алексеевой, в регионе создан специальный план мероприятий «Трансформация делового климата». Соответственно, цели и задачи проекта – это оперативное информирование органов региональной власти и топ-менеджеров муниципальных образований о проблемах, которые возникают в ведении бизнеса и выработка системных мер в решении этих проблем. Обмен актуальной информацией по вопросам, касающимся ведения предпринимательской деятельности и мероприятий по формированию благоприятного делового климата и обсуждение инициатив. На заседании правительства участники обсудили темы обновления пассажирского транспорта, безопасности дорожного движения, ремонта дорог, годификации населенных пунктов, уличного освещения. Собравшиеся единогласно поддержали законопроекты, касающиеся гаражной амнистии на территории региона и оплаты труда работников областных государственных учреждений. Последний документ призван устранить коррупциогенный фактор, который выражался в праве руководителя учреждения устанавливать низкоквалифицированным работникам нормированные задания по часовую оплату труда по своему усмотрению вне зависимости от какого-либо критерия. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.